Какая она, супермама? Это та, кто в первую очередь думает о своем ребенке и лишь потом о себе? Или может та, что умудряется выполнять несколько дел одновременно, будто многорукий шива? А может это мама, которая идеально готовит? Ответ на этот вопрос можно было узнать в минувшее воскресенье. В День матери в Щелкове прошел финал конкурса «Супермама-2020», организованный благотворительным фондом «Рождественская звезда». Конкурс проходит уже четвертый год подряд. На этот раз соревнование побило рекорд по количеству заявок. Более сорока мам решили принять в нем участие. Проходил конкурс в несколько этапов. Первый предполагал написание девушками небольшого рассказа о себе. Во втором участницам нужно было дать видеоответы на самые разнообразные вопросы, которые подготовила для дам жюри. В результате в финал было отобрано восемь конкурсантов, самых-самых. Финалисткам нужно было рассказать о себе, презентовать любимое блюдо, приготовленное собственноручно и с душой, и пройти шуточное задание устами младенца. Супермама, она во всем всегда лучшая, поэтому всегда сложно выбрать, потому что это жизненные всегда мамы, которые готовы в любой момент приготовить еду, как сегодня был кулинарный конкурс, с детьми посидеть, у кого-то особенные дети. Перед судейской комиссией стояла сложная задача – выбрать самую лучшую маму. И им это удалось. Победительницей конкурса «Супермама-2020» стала Юлия Тимофеева. Юлия – жительница Щелкова и многодетная мама. У нее четверо детей. Старшему 21 год, а младшему всего 7. Помимо того, что победительница покорила всех членов жюри без исключения своей харизмой и обаянием, она еще и оказалась очень скромной. Я хотела попробовать новую стезю для себя, что смогу я победить или нет. Спасибо жюри, что меня вообще выбрали в финал, потому что я думала, даже в финал я не войду, но очень мечтала о звании «Супермама-2020». Надо просто любить своих детей и давать им тепло, заботу, и они в ответ будут вас просто обожать. Стоит отметить, что остальные участницы также получили призы в различных номинациях, таких как «Очаровательная мама», «Спортивная мама», «Мама-рукодельница», «Мама-кулинар» и других. Каждая девушка получила подарки от спонсоров проекта – студии красоты, автошколы, студии моментального загара, школы английского языка и психологии и прочих, с удовольствием поддержавших полезный и добрый конкурс. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.